Хороший повар приготовит вкусное блюдо из чего угодно, даже из черствого хлеба и сыра. Мы хорошие повара, поэтому обычные ингредиенты превратим в деликатес, и это будет не бутерброд. Блюдо швейцарское, и вообще швейцарская кухня, она, как говорят сами швейцарцы, готовится из того, что мать корова дала. И фондю не исключение. Это блюдо придумали пастухи, сейчас это считается деликатесом. Для фондю подходит любой сыр и любой хлеб? Можно, конечно, экспериментировать, но для настоящего фондю сыры должны быть швейцарские. Фондю муатье-муатье, который переводится пополам, 50 на 50, готовится из двух видов сыра. Это швейцарский сыр раклет и грюэр. Сыр погружается в котлон, заливается молоком, доводится до кипения. Когда сыр расплавился полностью, фондю готово. Едят его кипящим прямо на огне. Даже если у тебя есть засохший сыр, и его уже нельзя есть, ты можешь его использовать для фондю. Мы пересыпали сыр в этот котел, и сейчас начнем его плавить. Вообще-то он называется не котел, а котлон, французское слово. Теперь заливаем сыр молоком. Важный момент, надо оставить чуть-чуть молока на потом. Сейчас мы добавляем две ложки крахмала. Теперь это надо залить молоком. Выливаем фондю, чтобы у нас получилась густая и однородная масса. Какие бывают виды фондю? Есть итальянское фондю. Оно готовится просто из итальянских сыров. Есть китайское фондю, которое называется шинуаз. Это в раскаленном масле, либо в кипящем бульоне отвариваются в котлоне кусочки мяса и также кушаются. Есть самое любимое фондю и самое молодое, которое в 60-х годах американский повар придумал. Это шоколадное фондю. Все дети любят. Хлеб принято ломать руками, не резать. Сыр не принципиально. Кушают фондю обычно большой компанией, садятся все швейцарцы по кругу и по часовой стрелке. Каждый, когда надевает хлеб на вилочку, он должен немножко помешивать фондю, чтобы оно не пригорало снизу. Есть легенда, что фондю изобрели швейцарские пастухи. Они брали с собой на альпийские пастбище хлеб, сыр и вино. Хлеб черствел, сыр засыхал. И они придумали растапливать сыр на огне и макать в него хлеб. И мы сейчас попробуем то же самое. Фицианты в французских и швейцарских ресторанах шутят. Гриби быстрее, говорят. Принято также к фондю подавать маринады. Это маринованный лучок, маринованный огурчик. Так как фондю само очень жирное и немножко облегчает его. Фондю с сыром очень вкусно. Но в следующий раз попробуем сделать с шоколадом. Приготовили блюда швейцарских пастухов Евелина Садовникова и Аня Мельникова.